Здравствуйте! Я вот с берега моря. Сегодня 7 мая, в Ничанге. Море, море волнуется. Ну, я не настолько смелая, что туда лезть. Кстати, примерно в этом месте, лет, наверное, 7, а может 8 назад, я валялась, как дохлая рыбина, потому что у меня крутанула волна, но она была покрупнее. Но, тем не менее, осадок остался. Волны я не люблю. Тут ничего не поделать, потому что я нахлебалась с воды, меня волна перевернула, как щепку. Я очень рада, что она меня не шмякнула, а в горбыль вот этот вот, который вначале, от песок. В общем, вот такое у нас сегодня море. Песчаное, шумное, но здесь можно дышать. И, пардон, это чуть ли не единственное место, где в городе можно спокойно ходить без намордника. Можно, конечно, можно. Если нет, то, что теоретически можно, но на Вьетнамсе смотрят крайне неодобрительно, как я поняла сегодня. Ну, не всегда, конечно, поднимают эти маски, но как-то одобрительно будет контакт, когда ты с маской на руке. Короче, я с ней еще и сегодня очень героическую поступку от маски проскакала весь этот пляж. Вот. И не может как-то раз. Я сейчас вышла на море. Мы совершенно не хочем обратно. Мы город, где надо ходить на морднике. Ну, посмотрите, лосяк на морднике. Это же бред. Бред силы-ка было, а ничего не подумаешь, что это такая вот. В Вьетнам тут вот так. Хотя бы очень море, пожалуйста. Все, ну, шумит, шумит. У нас два дня ночью дождь. Интересно, будет сегодня дождь или нет? Не могу исключить, что будет. Вон, видите, вот без всяких намордников здесь народ спокойно играет в футбол и так далее. То есть на берегу моря полная свобода. Солнце садится. Все шумит, едет. В общем, вот. По большому счету почти пустой пляж. Сегодня не так много народу. В кругом висят эти красные таблички на входе, особенно там в центре. Ковид, ковид, ковид. Опасность, опасность. В общем, сидите дома, держите дистанцию, надевайте маски и так далее. Ну, вот так. Сегодня нет такого яркого захвата. Немножко в облаках. Море сегодня потуровее. Пусть кого-то там накрыло. Но он выплывает. Попойт стоит. Опа. Да, вот примерно какая меня крутая. Короче, они становятся сильнее. Вот прямо вот до этого поребрика докатывается периодически. О, привет. Только сказала. Когда это все откроется, есть надежда, что осенью все равно откроется. Все это пройдет. Идет. Но туристов, наверное, повезут не в Ничан. Строятся новые такие домики в районе Фанранга. Вы заезжаете, у вас своя вилла. Все очень красиво. Но не очень дешево. Сначала туризм, видимо, будет достаточно дорогим. Но все-таки он будет. Погранд, сухоп. Ничем сложно сказать, когда откроется. Но откроется когда-нибудь. Это же не может длиться вечером. А пока... А пока вот так. Продолжение следует...